Встреча в первой киеве ночи шутка Уходим Радик, сиди Здравствуйте 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 Добрый день Вы Сергей, да? Да, да Здравствуйте Что случилось у вас-то? Сейчас, одну секундочку Ну чё Так, что у вас получилось? Остановили минимум 10 в 20 утра Сколько? 10 в 20 утра 10 в 20 утра? Да Они? Да Ну они и не болели Потому что я ехал не по По первой полосе По крайней левой? Да, по крайней левой Попросили документы для проверки Сказали, что я нарушил Ну я дал им документы для проверки Они пропили по номерам Сначала было нормально Потом начали мне открывать Профитатную статью За то, что Я в состоянии Глаза у меня красные Не видно, что не красные Ну там срачки на свет Срачки на свет не реагируют Ну я не вижу, что они красные Я не вижу, что они красные Вот, поехали мы на ПМД Драгер я прошел Показал нули Три часа я ждал А драгер где? Здесь прошли или на ПМД? На ПМД А у них с собой нету драгера? Не знаю, мне никто не дал Там прошло три часа По физиологическим проблемам своим Я не сдал мочу Высновок Я просил, чтобы врач мне написал Высновки, что я прошел драгер А состояние мочи не прошел А состояние мочи не прошел То есть не хотели по маленькому сходить? Да Вот И высновок я на руки не получил Акт того, что меня повезли на ПМД На руки полиция тоже не получил Свидетели Свидетели когда Полиция протокол у тебя на багажнике Не было Свидетели стояли у врача в кабинете Меня с кабинета приняли Забрали у меня права после тридцатой Я как вчера забрал в МРЭО С судьями дали постанову И я поехал в суд В МРЭО А что в суде написали постанове? Ну у меня есть фотографии Ну что вы виновен или не виновен? Не виновен Не я А сейчас вас опять что-то посмотреть Да А вы тут токсичный оператив А следовать или нет? А кто вызвал следующее оперативу? А кто вызвал следующее оперативу? Вы вызвали следующее оперативу? А я вызывал туда, но туда не приехали Они же приняли этот вызов Они больше чем на два часа Они имеют право задерживать Тут есть именно порядок Постановой кабинета министра 18-го года 2008-го рода Порядок про направление водеин Транспортной засоби Да, мы тут на месте Для проведения огляду С метой убилов Выявления славы И вот здесь написано Что с момента Как вам оголосили педозрук У них есть два часа Встановить Вот если они сейчас вас затримуют Больше этого времени То они тогда малили Зробить протокол про затримание Если у них протокол про затримание У них еще три часа это включается Если протокол про затримание не делают То они порушивают этот порядок Что затримают вас больше двух дней Сейчас надо написать заявку Чтобы дотягнуть их до нескольких Відповідальности за врушение этого порядка Знали про этот порядок? Конечно знали А что вы затримаете? Мы доставили Его никто не держал Вас кто-то держал насильно? Насильно не так Он мог свободно ехать куда-то? Сейчас свободно уже ехать Сейчас у него вылечать Посвященные водителя А на представе чего? Ну я так понимаю Там отзывы и подробки Сейчас следователь расскажет Подробки чего? Подробки документов Освященные водителя Как у него могут быть подробки документов Если ему постановой суду Ему повернули документы Через пресс-службу Звертайтесь Она вам советует А то что вы тут на месте творите Это не приставит? Через пресс-службу Будь ласка Звертайтесь Они вам расскажут Что я У нас алгоритику Зупинились По дому порушение Лево и Смут Кто-то 130-ю проверено не прошло Те начали уже Посвящение Виталию На все добре Не цікаво Вот видите Вот такая у нас полиция Особенно другая статья Другая статья Нам цікаво Людям цікаво Ви прямо в эфире Всім цікаво Сергею Володимировичу Я Більшних достатньо все роз'яснив Тим паче Декілька раз Сергей Володимирович Правильно Сергей Володимирович Взагалі ничо не зрозумев Чому здесь Частная часть вторая Я вам еще раз поясню Послушайте Послушайте медали Не отвлекайтесь на мобильный телефон В ходе перевивца По базе армор Гарпун Було виявлено Что посвященное водя На вас взагалі Ніхто не Ви не отримали В базе Його немає Дивіться Подруга В ході візуального огляду Посвящення водя Я не експерт Але Ніхто Ніхто Я виявив Так ви сказали Це є така ознака Ну так ви ж сказали Ви ж ви таку предъяву дали Ніхто А где знаки Хоть одну знаку назовіть Покажіть Прочитайте Будь ласка Я читав Ні одного знаків немає Руки не тримтяють Він ходить нормально Разговор Не п'яного чоловіка Подвизуального огляду Мені здалось Що є ознаки Підробки документів Я визвав Слідчую оперативну групу Второй раз Два рази ви її позували Так Другий раз Звичайно Перший раз Слушайте Последній раз В голову Слідчую оперативну групу Який також ввели ознаки Підробки Даного документа Тому Посвідчення водія Ну я не слідчая оперативна група Це далі вам послідча Оперативна група Ну а не слідчая Девушка Ви вже зрозуміли Да? И вже вона вам пояснює Получається Не получается Тому Тому Протокол по статрансаті? Нет Постановлю Тому що ви не отримували посвідчення водія Я не можу Так мне суд Я не можу Покажіть постанову Суд посвідчення водія У меня фотографія є Покажіть постанову Суд посвідчення водія не видає Так ви ж задавали Центр видає За рішенням суду Я? За рішенням суду Сервісний центр видає Какий смысл ему підрабляти посвідчення? Какий смысл Якщо суд Решив Ему повернути посвідчення? Ну ви логіку Услаблюєте Я не слушаю вас Ну чесно А ви слушайте людей А ви слушайте людей А почему вы не слушаете людей? Я слушаю людей Я спілкуюсь Я спілкуюсь За чого? Я притягаюся до адмінного правилу Представи Вы его с 11 часов тут мурижете Представи Вас кто-нибудь задерживав Да А как же Вы могли свободно перемещаться здесь? Уехать с места Мы могли или нет? Нет, потому что у меня права забрали Значит у вас задерживали У вас никто не задерживав Хорошо Можете задаваться Так вы у меня права забрали Как это? Как я поеду на машине без прав? Конечно Потому что Переївки подробки Ну это вы так думаете Я вас дамаю Как мне звук Ладно Сергей Сергей Володимирович Останній раз Пытаю У вас постановый Копель отримуєте? Постановы За частину друзей Сладачи Санкции 130 рублей штрафа На плат 15 Если вы скажете 10 Сладите можете в любом банке Если вы хотите Поддерживаете? Да А вы ему сказали Что у него захистник У него Перекладач Вы ему сказали? Будь ласка Все питания Через сервис Сергей Вам сказали Что у вас может быть захистник Перекладач То есть ваши права не зачитали Подразумело Отлично Вы прямо в эфире Дякую 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 Дюй 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 Скажите, пожалуйста, какие там знаки, подробленные документами? Какой смысл подроблять, если с постановой суда ему приказано было повернуть документы? Мы еще ничего не составляем. А можно посмотреть, какие там знаки? Я сейчас на него смотрю. Ну, а знаки есть там? Потому что сначала полицейскому патрульному показалось, что он пьяный, а оказалось, что он не пьяный. Потом показалось, что у него подробленные документы, хотя у него есть постанова суда повернуть ему документы. Какой смысл ему подроблять документы? Где логика? Где там знаки подробленного? Нема там никаких знаков подробленного? Мы только что бачили документы, там никаких знаков подробленного не было. Вы эксперт? Да, я эксперт, да? Я за вас очень рад. А вы эксперт? Я только что со своими... А что вы взяли? Какая там знака подробленного? Права отдали, а так вот... Вы можете сказать, не, вот такие вот отдали. Ну, логично. Я только что там все защиты, МВС, есть вот такие знаки, все есть. Я не знаю, как они... 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 Вы думаете, что подделка... Ну, как так можно сделать совершенно подделку? Ну, эксперт определит. Ну, стоят два полицейских, они считают, что знак немало. Заодно нарушение. Слідчие оперативно считают, что знак немало. Сколько эти документы смотрели? Сейчас вот с 10 часов сколько сейчас... 16, 24, то есть... 5 часов, больше 3 часов его, грубо говоря, катуют, по 130 вольтам ничего не нашли. Там полосилило и зупинило. А сейчас начинаем предъявлять уже именно подделку документов. По факту подделку документов сразу видели на месте. Потом в процессе выявили возникновение. Пока человек там 3 часа проходил, не получилось у него пройти, записали протокол, перевозили сюда. По факту. Уже 6-ю годы. Человек сам себя задерживал, когда он не смог пройти тест. Ну, как это сам? Не смог сдать анализ. Ну, это же без диалога. Ну, я одному возил воду, он на 5-й час только... А еще его за ручку не теряли на ПНД? Не, ну, я одному пацану возил... Вот так сама была ситуация. Я его приносил воду, он выставил 4 литра воды, чтобы попить. Ну, а через ручку тоже нет. Водиево не перезал. Станет ездить на автомобиле, ПМВ, широкого поля. Я не знаю, как попроситься от человека. Ну, не точно. Ну, это что морозное? Да. Алло, это Виталий, конечно. Ну, это не так. Ну, он не согласен. И пишет, как показывает, что полегирная группа, на них скаргу, чтобы привлечь к административной ответственности этот патрульный экипаж, потому что катают 6-ю годину. И есть положение, у меня это министров, я его пишу, у меня оно есть, что тримать больше чем 2-ю годину, не имеют они права. Максимум может. Максимум может, если протокол затримания, еще плюс 3-ю годину термать. А они таки протокол не робили. Ну, я не увидел ознак. Какие у вас ознаки подробленные? Нормальная пластиковая карточка официальная с документами. Ну, они говорят, что это на их руку. Это же они так говорят. Сергей, что там за подробленные? Я не увидел никаких подробленных. Не знаю. Постанова сюда у меня была. Воровая в их сервисном центре получила. Ну, вы получили в их сервисном центре, да? В общем, скажите, мы ему там писать, я в этом месте его бы написал. Как вы получили вчера? Эти. 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 Эти, да? И они стали на их недумку подробленными. То есть это и называется мошенничество, правильно? Так вот, вот вы ему и скажите, хоть так и напишу. То есть ваш сервисный центр выдаёт подробленные документы? Так получается? Я не опросусь. А? Я не опросусь подробленного центра. Ну как, он вчера получил эту пластиковую карточку в сервисном центре у вас? И вы считаете, что сервисный центр выдаёт подробные документы? Вы не имеете лист бумаги? Так? Я позднее напишусь. Я без комментариев. Вы журналист. Хотя никаких ознаков там нет, подробленных. Вы эксперт? Да, я вы эксперт. Я в состоянии отличить подробным документом, а не подробным. Визуально. Нет. Я видел водительские удостоверения очень много раз. Они настоящие. Они похожи на настоящие? Похожи. А вы какая ознака там подробленности? Можете назвать хоть одно знак? Нет, я вам ничего не назвать не буду. Кто вы такой, что меня просто описал. В смысле, кто я такой? Я журналист. Водители я всё объяснил. Как это входит такой? Без комментариев. Я думаю, сейчас вернусь через пару минут. Нет, вопрос не в этом. Надо писать заяву про злочин. Первичное службовое повноважение. Это очевидно. Ну, с этим сгодно, да. 365-е. Так как они его насильно брали, часть стараюсь с насилием. Вы исследователь. А? Вы исследователь. В смысле? Я правозахисник ещё. Юрист правозахисник. Вы так? Вы так? Ну, смотрите. Он отбил. Я так понимаю, он отбил 130-ю. И теперь ему мстят, да? Я так понимаю. Постановой суда его вызнали невиновным. И теперь ему мстят. А вы можете переверить, самостоятельно переверить, зайти в базу данных и переверить права? Он говорит, что... А вы это делаете, да? А вы это делаете, да? Он говорит, что получил их вчера Умбрео. В сервисном центре. У них же есть база данных сервисного центра. Можно туда им позвонить и уточнить. А что он в сервисном центре получал? Потому что у него отбирались права. Вот такие самые ни за что решениям. Суду. Он был поновленный. Ему сказали вернуть. Ему же сервисный центр выдавал. Смотрите. Хочешь такие же права? Ну, они смотрели. Да, они смотрели. Такие же самые, да? Один в один. Один в один. Такие сами. Ну, чем они не права? Ну, у него такие сами права. Постановку суда мне дали. Постановлю сюда я вчера права забрал. Вы получали права. Где вы сдавали экзамен? Где вы получали экзамен? Да. Еще раз. Поставлю сюда. Дали. Дали. Я поехал в сервисный центр, так называемые права забрал. Забрал. Где вы получали права? Судя. Скажи, где ты их забрал? Где вы получали экзамен? Изначально в России. Хорошо. У нас. 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 Вы там живы? Изначально выкивают. Что-то у нас. Конечно. Там не мог. Я рисую, если вы бы молодые люди. отличается цвет плетенки, отличается фотография, отличается шрифт, во-вторых по базе бьется совсем другой человек, то есть серия номер не может быть одинаковая, серия номер прав, то есть синяя серия, чтоб она налаживалась на другую серию номер, это невозможно, во-вторых при детальном осмотре, то есть если увеличить, у вас вот эта полоса, видите, да, через идет, через все, тут лид найдет, здесь-звеж-виду, по свечнию водея, вот тут в плетенках идет тоже, по свечнию водея, по свечнию водея, ну, слим их полностью, говорить про РАН 320-ки idols, тут же у человека просто набор символов, тут и вообще не возможна, а при каком увеличении можно это увидеть? Ну, вы можете взять телефон свой, зум увеличит, вы увидите, что у вас тут четко прописано «посвечнию водея», у человека же тут просто иероглифы, а тут ну просто плетенка без каких-либо символов. Это вниз на глазах? это только через удовольствие пожалуйста вы можете ну и во-вторых это цвет прав рядом положите так два права не идем в эти премьер у нее уже в ваших руках тоже смотрите по ситуации оцените само обстановка но в ваших руках но не по цвету одинаково не одинаково на страну сон на солнце они одинаково так она совсем другого образца так может это новая версия не может быть такого водительства ну это я вам уже объяснил голограммы же вы бачите что голограммы я вам уже несколько раз объяснил как физически можно поделать голограммы это то есть уже на площадку вверху да если я спустился в подвал отдал постанову сюда подождите еще раз спустились в подвал я уже сдавали на водительское такой вопрос может им может на один вопрос оттуда отвечать он не купал вниз на волгоградской 11 он говорит сервисном центре почему я уточняю я сказал как ехать на артёме этого я не говорю ну на артём да там это сервисный центр на артёме тимрео улица волгоградская 11 где вы были ну вот там где светофор тут справа как ехать на артём слева через заправка и дальше да 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 ну это был городской 11 я зашел меня провели вниз туда я отдал временные права а это по этом рио да это на подвальчике там где выдают документы это мрео я отдал постанову суда отдал временные права мне девушка вынесла эти права я поставил подпись пошел это вчера было в центральном центре это тот который вверху находится ну где там сервисный центр и нет я не зашел вывез в комиссии на полиция вот туда я зашел здесь сидят сидели два полицейских один меня провел вниз я спустился по ступенькам отдал временные права так они когда изымали прошлый раз они определяли что они поддельные или не судят 3 нет никто ничего не говорит но ниже пробивать должны были когда изымали прошлый раз так и в суде проверяли как они мне лишат прав если у них нет тогда что-то вообще ничего не понимаю сейчас я даже не узнаю как вы не знаете где вызывали я сейчас вам покажу фотографию с автошколы что вы учились в автошколе а никто ж не спорит вот эти банки которые будут с 16 номер на данном водительском она закреплена за человеком по этой серии номеру на таких водительских не может быть записано два человека по данному водительскому по данной серии номера какой-то человека девочка с фотографией а у человека нет и по нашей базе она изначально человек сразу не получал водительское и плюс есть такие вот как фотография символы которые нанесли на носу поверх пластика как вы говорите как в этой ситуации есть какие-то способы фотографии стоит вызывать здесь та оперативная группа либо же скачет руку и езжайте дальше пусть разбираются с лестерной оперативной группы вот и вот и вся ситуация пусть разбираются ситуации то как человеку с одной практики выдели документ да то есть как его отдали опять же там тоже не эксперты скорее всего они даже и не смотрели на там документе хорошо они не смотрели а когда изымали прошлый раз по 130 полиция должна была переверить кому належит на 30 или тоже мы не будем скрывать да может быть сыграл человеческий фактор человек ну могли не заметить понимаете то есть может быть из человека ночью но вы же по планету пробиваете правильно ну мы заметили и они же должны были пробить я за других сотрудников не могу ответить я отвечаю по ситуации за себя так как у нас это было то есть чтобы вам было понятно почему это все будешь почему такая ситуация сложилась так судья получается я тоже не заметил этого да судья вашего дениска это согласова судья разбирается по ситуации по номерам как она может лишить меня прав если у меня их нет с ваших слов с ваших слов а в каком суде это было Далдинцевский в Далдинцевский а судья кто? дига еще раз дига 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 и она не проверяла получали вы его или нет судья по ситуации разбирается и принимает судья даже реестров таких нету доступа она запросы может только делать на побить и видимо ей запрос не нужен дига 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 когда-то написано дата выдачи дата выдачи дата выдачи когда в него вот этого до старения дата выдачи когда в него где вам когда он его получил да ну да то боже вчерашняя дата выдачи он получил водительская не вчера нет вот эту именно эту карточку когда он выдач может его просто вчера выпустили и она так с ошибкой выпустили как вчера вы но ему отдали вчера можно и выпустили вчера бланк 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 его не утилизировали кто выпустил его как он у него был грубая в большой ситуации что водительская изымают и изъяли до решения суда правильно а потом его же его же его не утилизировали это не новое это не новое там есть буковки видно что это оно сохраняется это надо увеличивать и так же самое даже когда человек и лишают водительского оно не утилизируется оно сдается в архивы и оно там и остается если у человека по документам он получил его в девятнадцатом году по так звуну по этому водительскому то как она может быть выдана только вчера у вас есть решение суда постанова тут в мобилке да есть можете показать и зачитать в основном сущность или решение результативную часть проведение в sprawе относительно меня по части 1 ст. 130 КОАПу закрите на представе пункта 1 части 1 ст. 247 КОАПу за отсутствие в его действиях и составе административного правопорушения постанова может быть оскоржена в Непропетровском суде через Долгинцевские дата постановы 6 17.07.2020 17.07.2020 первые по сути 1 мне дали 6 это уже прошло десять дней это уже полная версия да а как вы можете прокомментировать что на какого-то другого человека женщину несколько давно у вас эти права когда вы их отримывали в девятнадцатом году в октябре и именно эти права пластиковые в октябре число 24 или 25 и с девятнадцатого года 2019 год и его никогда сколько раз останавливалась такие права будет а уже раз пять точно где адвокат хорошо скажите пусто когда вы останавливаете вот кого 5 раз и восстанавливала полиция каждый раз когда его становится полиция не проверяет права или нет ну вы проверяете каждый раз когда останавливаете человека и вот пять раз 2019 года по теперешний час остановили за все время пять раз вы каждый раз проверяете права его ну что-то его права они чужие или нет или нет выборочно или как ну то есть вы за пять раз могли убедиться что это права поддельные или на иншу особу я это человек и 5 раз остановлю ну я имею ввиду я же не знаю я за других сотрудников не могу вам отвечать но как вас по инструкции вы должны каждый раз проверять их или нет когда вы останавливаете это типа поддельные права или не поддельные для всего есть соответствующие законно-нормативные акты правильно проверка документов статья 300 законно-нормативная полиция то есть вы можете не проверять права правильно для того чтобы проверить документы должны быть какие-то основные основные для этого я думаю 5 раз 2019 года сновали 5 раз я данную люди не запинили в первый раз какие там были причины за пункты и то есть основные проверки были то есть я не знаю я не знаю то как мы можем про это сказать как мы можем доверять человеку не мающие никаких фактических фактических информации лишь его слова верно ну может по базе данных пробить сколько раз его заприняли может наверное и в архиве есть же фиксация сколько раз заполнял этого человека есть такая постановление выносилась не выносилась тогда конечно базе то есть если просто останавливаете и ничего не делаете кто-то не считается дает базу данных конечно нормально первый раз такой но проверять на документы вы должны просто остановили там за предупреждением если нужно проверять ну конечно разу и претензий не я могу сказать что я сын президента но это слова правильно то есть я может выяснить нет я не сын президента президенты разные бывают но никакого не президента никакой может футбольной какой-то линии не 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 говорить можно все что угодно по факту на сегодняшний день у нас есть ознаки есть педробки и мы уже от этого отталкиваемся а то что было когда-то вчера позор вчера там хорошо понятно будем засовывать то есть это уже будет другу объяснил можете послушать он вам расскажет как мы выявили ознаки педробки ну вы только что объясняли далеко-то что типа что там какие-то женщина другая да и он как раз он показывает а ну и вот здесь надпись идет буква посвященная водя посвященная водя посвященная водя вот захист такой вот увеличь посмотри а у тебя такого нет точно нет вот ты смотрел да вот эту ты увеличил и посмотрел а что то написано ну иероглифы какие-то вот здесь в верхней строчке у него иероглиф а здесь внизу вообще ничего нет видишь там видно что буква посвященная водя непрерывно идет посвященная водя непрерывно и здесь так само а как получилось у вас могли как-то вести в ума в ума но с этими посвящен не знаю вы официально же отрывал ильяк да а школу где вы проходили обучение и перед ней в ума и где перед ней в ума это где то полтавская область полтавской области ну вообще сами ожидали что они такие шутки нет я забрал постанову судак который мне выдала судья все пошел забрал мирового права все вы знаете какой у вас свет в ТЗ в техниках указан свет в ТЗ в техниках указан может если не затруднится смотреть грязно-синий какой-то оно же там пишется постоянно а ну так оно видно даже без этого без лупы видно да ну там смотрите вон водяя видят да верхняя там получается по-украински по-русски ıldидельское удостоверение вд takie tradont а у него что-то другое там написано? да у него там просто сильный вместо петство вместо привечения в видки и где вы имеете виду? это вот строчка видят о микросхиль я просто думал вот это да тут написано да а здесь вот идет посвященное водея водительское удостоверение и это да там просто силь差不多 Есть зона выведения. А что это значит очки? Это водитель в очках? Ну да, получается, что водитель. В очках, да? Ясно. Ты водитель в очках? У тебя очки нарисованы только. Это если Б1 еще какой-то. Что господин Морозов, с Морозом беседовали, да? Да. И что он говорит? Сказал, что им ничего не говорить. Есть постанова суда. Вы забрали, забрал я права. То есть разбираться уже будем тут по сути, да? Ну в суде или там и так далее. Ни на какие вопросы их не отвечать. Так, ну а подписывать будете там? Какие-нибудь протоколы или все такое? Один протокол. Ну, сейчас придем. Чтобы у вас копия была, чтобы вы знали, о чем идет речь. То есть, наверное, все-таки надо подписать его и взять... Надо написать правильную фразу. И взять для того, что, может, вас скажет и все такое. Ну ты реально смотрел, что там не микросшифт, а что-то другое, да? А ты увеличил, да? Фоткал, видите? А ты можешь показать? Не, я не фоткал. А просто так вот выречил. Ну, у них были голограмма там и все, что... Я вам рассказываю. Напарник уже сталкивался. Бланки берут сам вот этот пластик. То есть... В сервисного центра. Сам пластик. Он за голограммами идет. А печатает уже все эти символы на станке. Ну, где-то нелегально. Ну, так получается, что тогда ваши тоже замешаны? Мы не относимся к сервисному центру абсолютно никак. Патрульная полиция, сервисный центр вообще. Два разных государства. Да. Интересный расклад получается. Получается, они намекают на то, что кто-то может иметь доступ к самому такому пластику, на котором уже защиты всякие, голограммки там, МВД, герб Украины, все есть. А когда вот наносятся потом вот эти полосочки, вот эти знаки напечатанные другие, то там под мелким шифром написано посвященного дня, посвященного дня. Это преувеличение. А на данном, что вылучают, такого нет. Олег, да, привет. Попросил помощи, подъехал. Разбираемся. Поехали? Да не, не надо зачем. Да, все нормально. Давай. Ну он мне, он мне рассказал эту статью. Ну он должен проводить какие-то экспертизы, вы брать эти права, выяснять откуда они взялись. Я подходил из лично-оперативной группы, спрашивал, что теперь и как их делать. Они говорят, это должна быть какая-то назначенная экспертиза и открыта какая-то справа, на основании которой будет назначена экспертиза. Но они сами пока из лично-оперативной группы, говорят, мы с таким не сталкивались. Не знаем, составляют документы. Ну 3-5-8. Это статья 3-5-8, подробка документов. Но вопрос, кто их подроблял? Может быть это 3-6-6, это посадовая особа подробила? Потому что ему же выдали официально посадовая 3-6-6. Ну если он в сервисном центре их получил. Вот когда у него взяли первый раз, в сервисном центре отдавали, что они там не проверяют. И вот тоже вопрос в чем, что первый раз, когда выучили права, они же по планшету проверяют. То есть если они говорят, что серийный номер, который указан в этих правах, в базе у них чистится за какой-то девушкой, на нее выданы настоящие якобы права, это поддельно. То тогда чего они не выявили, это сразу первый раз. Ну вот это сомнительно тоже. Да, вот это самый главный вопрос. И потом пришел получать с решением суда, ему же их отдали. Ну да. Вот как вот это? Вот это непонятно. Ну много вопросов. Они отдали, не проверяя ничего. Как это странно? Они обязаны были проверить еще первый раз, когда выучали по планшету. И тогда должна была вылезти информация об этой девушке. А почему тогда не вылезли? Вот вопрос. Может это кто-то базу подменил? А может быть такое втручание в базу данных? Втручание в базу данных? Да. Не знаю. Может это можно. Может это можно. Может это можно. Я думаю у нас сейчас все можно. Кстати, аптечка. Может действительно где-то они нашли решение суда, что у нее вылезли документы. И на вылезенные документы решили перебить какие-то данные по человеку. Может быть, что мы сейчас можем рассуждать. Я вам говорю то, что есть по факту. Полиция, а не какие-то философы, чтобы рассуждать. А может быть, как было до этого, как будет дальше. Ну мы работаем по факту. А что вы тогда сразу с утра, во сколько вас остановили? В 11, да? В 10 часов. А что вы сразу не определили, что у них не гроба? Мы ознаки выявили. Группа. Не знаю. Что-то у них не получилось. Не могу вам ответить на этот вопрос. Потому что не я занимаюсь вылечением посвященного деяга. Когда есть ознаки криминального правопорушения, вы же знаете, что работает уже третья оперативная группа. Ну это 358 либо 366, если это служба особо. Я даже не буду туда влазить в криминальный кодекс. Потому что это все до компетенции. Группа документов физической особой 358. Я понимаю, я понимаю. Посадовой 366. Я понимаю. Я не имею права квалифицировать первично, да. А дальше этим уже занимаюсь. Ясно. Поэтому я вам не отвечу. Каким вопросам в группе? Хорошо. По 130 к нему вопросы есть? Абсолютно никакие. Мы уже совсем ознакомили человека. Пояснил, отдал, фитнес и поставил. А вы эту племенную права дадите? Нет. Нет, не дадим. Мы же не получаем посвященный. Я что вам объясняю. А как ему теперь ехать? Никак. У человека нет прав в природе. Вот тогда звонишь, чтобы кто-то не забирал. Да. Ну, давайте. Видно, 266, так как бы не прошли огляд. И я бы в осознанно дали. Надо Тверезу и водить. А я кинем. А? Какой водить? На стан наркотичное сканили. А, то что он не пописся? Так вы же сказали, что у него нет претензий у вас к нему по 130 к нему. Так нет, конечно. Просто ехать он дальше не может. Так 130 к нему я не знаю. А как это просто раз, когда мне поделили время, где отправляется? Я не знаю. Такие полицейские, наверное, попались. Я извиняюсь. Так я не понимаю. Вы оформляете 130 к нему? Мы уже оформили. 130 к нему? Ну конечно. Вы только что сказали, что претензий нет по 130 к нему. Да нету, конечно. И дальше человек не может ехать. А как бы ехать у меня было? Нигде? У вас нет прав. Как я убытался? Как это нет? Вчера мне выдали. Вы можете вот так руки сделать? У вас трясутся они там или что-нибудь в этом плане. Где тут познакомились? Я не эксперт, я полицейский. Рождество звать. А экспертиза была проведена на ФНД? Не в полном обсязе. Да, в полном обсязе. Ну так она заключила, что он имеет знак алкогольного склонения? Заключение в том, что особа не пройшла в полном обсязе огляд на станции. Ну так это же не ее вина. Это же не подстава 130 к нему. Мы заседаем это, как правило, до 55 к нему, что особа не пройшла. Он уже не увиливал? Ну ладно, все, пожалуйста. Ну честно, устал за все. Ну я понял. Официальный запрос. И вам пресс-служба. А я думаю, на все ответит. Если вам хотите. Да. Что-то по-русски угодно. Не чисто, ничего. Что-то пуху удасты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что-то ждут они. Пишут какую-то телегу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что явно какое-то превышение есть. Что с правами, то надо отделить, а какие с правами. А могло быть такое, что в базе данных принесли изменения. Пока у него были изъяты права, кто-то решил что-то там подсудить. Я не знаю. С этой ситуацией возникает много вопросов, как получали, как выдавали. Во-первых, если кто-то имел… И почему в этих моментах между вырученными и выдаванием никто не установил то, что сейчас установлены? Что они какие-то недействующие, подробленные, какие-то ознаки там есть? Что это никто не установил? Так, ну мы смотрим, глаза не красные. То есть 130 вам нарисовали абсолютно беспредставно. Но 130, понятно, будет скасовано, потому что это бред собаки. Потому что раз нету, драгер дышали. Суд обязательно, главное пойти. Выставка нету. И заявить, что был, везде все сдавал. Что написали, не понимаю, не согласен. Не препятствовали. Не дали, потому что я просил врага, чтобы он написал в выставке, что у меня… Обязывали, да. Это, кстати, у вас будет видео доказом, потому что глаза не красные, руки не трясутся. Вы поняли, да? Да, да. А пройдитесь еще вот так вот. По бордюре. По бордюре. По бордюре. Абсолютно отрезающие. И назад. Не похоже, что пьяный. И там в воду я тоже ехал не по той полосе. А что он еще не по той полосе? Ну вот так вот ехал, да? Ну, я не... А по какой полосе надо, не помню? Что начнешь не по той полосе? Что тут не так? А, в смысле, вы в крайне право ехали? А в смысле, что... Нет, по крайней левой. Крайней левой. А по крайней левой, что нельзя разъехать? Можно в случае облога. А так желательно надо ехать в село. А где нарисована разметка, что надо в случае облога? Ну, это правило. Дружное движение. Свидетели шукают. И вам это тоже меняют? Нету полоса? Да. Ну, из-за этой полосы остановили. У меня 10, 22. Товарищи, товарищи, товарищи. Товарищи. Нету полосы остановили. Желаю. Товарищи, товарищи. Ярисована. Товарищи. Товарищи. 300 короче пока рисует объяснить что происходит давай так на фоне в рамках сейчас они так понял будет открывать криминальное проведение либо 358 либо 366 ну подробка документы 358 это подробка если он сам подробил хотя это маловероятно голограммами и так далее ну подробка выписание или службово если ему подробно эти документы выдали в этом мрео то тоже 366 подробка посадовой особой вот выучая сейчас документы и зупинили машину для того чтобы были два святка яки сейчас скажу свои персональные данные чем чудо даже не идет и не снимают потому что есть захист про персональные данные нельзя это поширювать то сейчас все святки говорят свои персональные данные им сейчас поясню что відбувается выучение прав соцзаками подробки то я думаю протягом 24 годин открыть криминальную справу внесут в рдр и будут слідчие выяснять а мать право провести 100% какую-то экспертизу яка мае становиться экспертиза че дейсно это справедливые права че дейсно они подроблены но и только после этой экспертизы уже дальше что-то будет понимать куда будет рухаться следствие комнаты ну да то есть вопрос откуда тогда не взялись эти права почему они выданы мрео но если они подроблены тогда купа от этих пытаний будет реально выявляться а если они подроблены то тогда дына может захищать свои права еще цивильный позов них подачу протримали его тут больше 5 годин по закону мают максимум 2 годы не тримать с ознаками выявление ознаков наркотичного и алкогольного спьянения или же сделать протокол про затримания еще три годы не тримать но протокол про затримания сергей сказал не робили а по суті его затримали уже больше чем на 5 годин если он установил через экспертизу установится что права справжние ему повернуть то можно подавать стильный позов на превышение влады або службовых повноважений працівниками полиции с шкодувания моральной материальной шкоды так на миллиона два ну я так понимаю нарисовано было два протокола один что ни в той полосе не составили не составили це была а підстава зупын то была підстава зупын а вы протокол за полосу не составили да не путь полосу смотрите зидно статей 36 выносится постановы носится за більш серьезных правопорушениях так как и то что особа кроме посвящения водея там и санкция больше 510 гривен ниж 425 за частину 2 ст. 22 пункт правила 125 это было вынесено постановой частина и 2 ст. 126 и особи это было разъяснено короче две постановки за права и за подруга не отмой за більш сувори але в фаболе было вказано что водой порушил правил 115 подождите то есть 130 вы не берете потому что есть 130 вы имеете ввиду 130 да 130 и на суд отправилась так как это компетенция суду а згідно 222 ст. купа частина 2 ст. 126 нацполиции было вынесено постанову на месте и я как штраф 510 гривен штраф за то что без прав да за то что не утримал а за то что в той полосе сколько штраф за більш чашке 425 а понятно то есть вы за этого ему простили да не простили а за більш чашке правопорушения все всего доброго если у нас штрафа побольше за то и у нас но тут протокол не ставили не составили за полосу фаболи указали за что остановили что он нарушил и во время того за него короче за тот ему штрафовать не будут за полосу нет только за права я разумею спасибо звони кому-то машины так все пока выключаемся до вашу